Кулич – символ Пасхи. Выпекание – таинство и древняя традиция. В основе – воздушное дрожжевое тесто. Его готовят на опаре с добавлением сушеного винограда. Профессиональные повара сходятся во мнении – сделать булку может практически каждый. Проверенным семейным рецептом поделилась шеф Майя Барановская. В наш кулич входят следующие ингредиенты. 40 граммов дрожжей, 400 грамм муки, 150 грамм сливочного масла, 170 грамм сахара, цедра 1 лимона, щепотка соли, 6 яиц, 100 миллилитров молока, 100 граммов изюма, 70 граммов цукат, 1 чайная ложка ванильного сахара. Сначала надо смешать все сухие ингредиенты. Дрожжи развести в теплом молоке, добавить щепотку сахара. Оставить на 15 минут. Влить в муку настоявшуюся смесь, растопленное масло, разбить яйца, засыпать цукаты. Полученное тесто следует перемешать и спрятать в темное место на час, чтобы забродило. Когда масса выросла в 2,5 раза, надо наполнить смазанную форму только на треть. Выпекать при 180 градусах 45 минут в час. Ни один пекарь не сравнится с вашими руками. Потому что когда вы замешиваете кулич, вы желаете своей семье здоровья, благополучия, защиты. И вы дарите возможность прикосновения к празднику всем членам вашей семьи. Кулич готов. На Пасху все без исключения хозяйки также красят яйца. Одни уверены, луковая шелуха единственный верный и безопасный вариант. Другие подсматривают лайфхаки в интернете. Это видео на ютюбе посмотрели больше 20 тысяч человек. Я решила попробовать покрасить яйца каким-то натуральным способом, используя, например, какую-нибудь куркуму, красную капусту или каркаде. Но я решила, что проще всего будет взять и запарить каркаде. Просто залил кипятком и бросил туда яйца. И я вообще не ожидал, что получится вот именно такой космический вариант. Из-за пандемии коронавируса Пасха в этом году будет проходить по-особому. Канун праздника епископ Бобруйский-Быховский обратился к православным жителям города. В любых обстоятельствах это празднование совершается. И в войну совершалось, и под бомбами, и в оккупации. В этом году рекомендация остаться дома. Храмы города будут открыты. В каждом состоятся богослужения. Освящения пасхальных даров пройдут на улице. Долгожданное «Христос воскресе» прозвучит и в телеэфире. Прямую трансляцию организует Белтелерадио-компания. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.